Хэй-хэй-хэй! Добро пожаловать на канал Люцейка! Меня зовут Богдан, и ребята, как я вам и обещал, шапка от всемирно известной сладкоежки, это компания Чупа-Чупс, и ребята, заходим вот в эту игру, подумал я, и начал снимать это видео. Я зашел, и я обомлел. Почему обомлел? Да потому что месяц назад я вам рассказывал про этот новый ивент, и я здесь собрал этих леденцов на 50 тысяч, а сейчас я зашел в эту игру, и уже не 50 тысяч, а полторы тысячи, вы представляете? Разработчики съели мои леденцы и оставили мне дуля с маслом, а не 50 тысяч леденцов. Но не беда, ребята, почему не беда? Да потому что для получения этой бесплатной лимитки не надо было леденцы, и это слава богу, подумал я, и продолжил снимать это видео. И вот, ребята, сначала я подбежал вот к этому Чупа-Чупсу с желтой головой, и он мне сказал, что вот, чувак, здесь есть очень легкое обе, и надо его пройти. И вот я побежал в это легкое обе. Посмотрим, насколько оно легкое. Пока что я еле-еле вскарабкался на скалу, и теперь еле-еле прошелся по ледяным баночкам. Кстати, никогда не знал, что Чупа-Чупс выпускает вот такие напитки, которые тоже называются Чупа-Чупс. Я не видел, у нас нету в магазинах таких баночек. И вот я закарабкался вот сюда и начал дальше прыгать. Так вот, во-первых, здесь игроки, которые прыгают, они мешают. Почему мешают? Да потому что они не прозрачные, как в других играх, а на них можно запрыгнуть и на голову запрыгнуть, и они вам на голову могут запрыгнуть. А также, когда они стоят, а вы прыгаете, то вы ударяетесь об них и слетаете вниз. Но это не беда. Почему не беда? Да потому что здесь куча этих поинтов. Точнее, не поинтов, джекпоинтсов. И нет, не джекпоинтсов, как оно там? Точек сохранения, короче, очень много. Поэтому не беда. Вот здесь попался сложный участок. И надо здесь по этим жвачкам попрыгать именно поверху их. Иначе никак нельзя преодолеть этот участок. И поехали дальше. Вот сейчас я на голову девочки запрыгнул, и она мне помогла пройти вот этот, не очень сложный, но всё-таки участок. Я уже здесь, и здесь начинается вот такая сладкая дорожка. И здесь стоят вот такие пакетики, и надо их перепрыгнуть. И перепрыгнуть не просто так, а как бы сбоку. И самое главное, когда вы заходите вот в обе, начинается таймер с временем. Так вот, не надо волноваться, время ни на что не влияет. Вот я закончил обе, меня телепортировало в самый низ. И здесь ещё стоят два вот таких жёлтых человечка. Я подбегаю, и смотрите, именно здесь, вот в этих воротах, где горят жёлтые лампочки, начинается обе. Следующее обе, надо зайти, и опять-таки запустится вот такой таймер. Это лёгкое обе, самое-самое лёгкое, наверное. И вот я начал прыгать. Я начал прыгать и бежать к финишу, к победе. Надо, кстати, ребята, пройти эти обе до вот такой таблички, на которой написано «финиш». Вот, посмотрите, на этой радуге сверху написано «финиш». Я подбежал, и радуга меня телепортировала в самый низ. И вот здесь находится третье обе. Наверное, оно самое длинное из этих трёх и самое сложное. Но, ребята, я вам не буду показывать, как я его прошёл. Я думаю, вы его с лёгкостью пройдёте. И вот я до самого конца добираюсь. Вот это слово «финиш» наконец-то было видно нам всем. И вот я прошёл три вот этих обе. Это все обе на этой локации. Я захожу вот в это здание, которое называется «Чупа-чупс». И бегу, и смотрю, уже люди собрались. Люди хотят получать вот эту кепочку. Подбегаю, нажимаю на букву «Е». И... И, и... И что? Пауза затянулась. А лимитки всё нет и нет. Давайте ещё раз попробуем. Не зря же здесь люди стоят. Я второй раз нажимаю. Жду. Голова кружится. От волнения. Но... Но где? Где лимитка? Ребята, а лимитки нету? Нету лимитки? И вот что я нашёл в Твиттере, какую информацию. Посмотрите. Сейчас эта лимитка доступна только в Северной Африке. Поэтому сейчас надо использовать только VPN. Но с 1 августа она будет доступна для остального земного шара. То есть и для остальных стран, в том числе и наши страны, попадают вот в это число 1 августа. Поэтому я плюнул на этот чупа-чупс и зашёл в другую игру, которая называется «Roblox Innovation Avers» 24 года. И я зашёл не просто так. Я хочу поделиться новой информацией, которую я разузнал в этой игре. Во-первых, я поднялся вот сюда. И как видите, я пришёл через 40 минут после начала, так сказать, ежедневного вот такого задания выбрать самую лучшую игру в «Roblox». И как видите, на первом месте сейчас игра «Car Cruisers 2». У неё 89 тысяч людей за неё проголосовало. А за ту игру, которую я вам, так сказать, подсказал, сейчас на данный момент времени проголосовало только 71 тысяча людей. То есть, скорее всего, что наша игра займёт второе место. А «Car Cruisers 2» займёт первое место. И вот я спустился сюда. Вот здесь мы отмечали игры, которые, так сказать, займут первое, второе, третье, четвёртое место. И, ребята, я рискнул. Я рискнул, и я поменял свой выбор. Но, внимание, смотрите, что из этого получилось. Первое. Смотрите, вот я поменял свой выбор. «Car Cruisers 2». И мне игра дала уже не 100 поинтсов, если выиграет эта игра, а 91 поинтс. И, ребята, я сделал правильно. Я сделал правильно, потому что я получу не 50 очков за второе место. Я получу 91 очко за первое место. И, скорее всего, в прошлом видео, когда я вам показывал, что я поменял выбор и получу 4 вот этих поинтса, я этот выбор менял много-много раз. А если поменять один раз, то, скорее всего, спишется не много поинтсов, а только небольшое количество. Но, мне кажется, если я буду менять свой выбор ближе, так сказать, к времени окончательного голосования, то у меня будет ещё меньше поинтсов. А так я поменял свой выбор именно через 40 минут после начала запуска вот этого ежедневного как бы задания. Так что, ребята, я думаю, можно менять наши выборы. Но у меня это сделать легко. У меня есть другой аккаунт. Я туда захожу и могу посмотреть, кто на первом месте. А у вас, может быть, нет других аккаунтов. Поэтому я буду оставлять или в своём Телеграме, или же, точнее, не или, а и в Телеграме, и вот здесь вот в сообществе Роблокса информацию, кто же займёт первое место. А вы сможете зайти у себя на картах и поменять этот выбор, если он неправильный. Но, мне кажется, там 90% всё-таки будет правильно. Кто не знает, какие правильные, так сказать, ответы на этот новый ивент, смотрите мои видео по поводу Роблокс Инновэйшн 24-го года. Я там всё рассказал, всё показал. Голосуем, зарабатываем и покупаем бесплатные вещи в Роблоксе. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и не пропустите новые видео про бесплатные вещи в Роблоксе.